так всем привет друзья с вами рафаэль и сегодня мы в общем я вам покажу как я делаю первые шаги скажем так в создании roblox хочу короче сделать железную дорогу метро подземной и так далее в игре и в общем стала такая интересная задача сделать звуковой эффект туннеля сейчас покажу примерно как это должно быть нашел модельку туннеля выставил вот отсюда слева значит как это делается тут моделька в самой модельки открываем части и вот должно вот такая запчасть быть part находим нужную в данном случае я нашел элемент именно вот этой части нижнюю часть туннеля и сюда мы добавляем плюсик и ищем sound то есть вставляем сюда звук вот далее в звуке нужно поставить все галочки как у меня чтобы стояли то есть что она зациклена и она включена самое главное так это прослушать вот сюда вставляется ссылка на саму мелодию то есть то что мы добавляем как добавить мелодию в саму игру то есть из не не из готовой базы данных а из ну как сказать то есть то что вы сами придумали или где-то скачали или так далее то есть сначала посмотрим как она работает и как она короче будет будет по факту делаться сейчас загружаемся на карту так вот мы от первого лица давайте отбежим подальше небольшой звук кстати слышно примерно на таком расстоянии но там можно расстояние обыграть так подходим и слышим нарастающий звук туннеля то есть очень очень круто можно на какой-то элемент налепить звук какой-то да например гул туннеля и он именно здесь больше потому что та деталь выбранная где-то вот здесь находится то есть можно сделать реально настоящий какой-то эффект присутствия потому что в реальном туннеле метро примерно как вот здесь звучит сейчас вот услышите ты подходишь и там где-то гудит вентиляция прям очень реалистично вам скажу ладно давайте посмотрим как это дело работает так в общем как добавить вы поняли да вот сюда ссылочку в общем я делал это примерно по вот этому уроку можете посмотреть тоже для того чтобы найти музыку да у меня в ю тубе на моем другом канале было вот такое видео ну необходимо ясное дело mp3 файл у меня был вот такой записан звук лично мной гул в туннеле метро скачиваем какой-то mp3 файл который вам нужен так и дальше мы заходим значит roblox.com и нажимаем создать дальше нажимаем аудио и нам нужно именно в моих творениях то есть нам нужно загрузить сюда файл выбираем файл например вот этот и нажимаем открыть вот здесь выбираем название то есть я назвал так как мне нужно например шум в туннеле метро ну на английском вот и нажимаем загрузить тут есть некоторые ограничения специально чтобы много видимо не грузили и в принципе все как прогружается видите мои аудио показываются я уже вот так вот на колесо мыши открыл и получилось вот такой вот как бы аудио написано когда загружено кем и так далее потом можно взять вот этот вот ссылку видите где номер то есть вот этот номер мы берем копируем переходим в игру давайте покажу примерно как это было то есть тут все было закрыто вот так вот модель да тут много моделей я вот так вот перебирал то есть мне нужно именно к этой модели приставить звук то есть чтобы например на улице не было шума метро вот раскрываем это окно и нам нужно пройти как бы либо любую другую модель открывать либо вот здесь так вот 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 это вот находим и жмякаем и смотрим когда синеньким высветится видите там квадратик так сейчас еще пощелкаем чем давайте ближе к концу промотаем то есть это из многих моделей сделано вот это вот огромная модель то есть видите да мы нажали part и и засветилась вот здесь вот деталька квадратик такой небольшой вот тут нажимаем плюсик и вот здесь пишем sound вот это выбираем и в самом саунде уже то есть в детали именно в этом кусочке вот здесь все как раз таки и настраиваем вот здесь вот сюда мы вставляем ссылку нажимаем enter и сразу можно послушать то есть как примерно будет звучать вот так далее можем зациклить то есть чтобы мелодия не закончилась и постоянно возобновлялась а вот это вот максимальная дистанция то есть мы можем сделать чтобы далеко-далеко было слышно от объекта если это какой-то большой объект либо но можем уменьшить давайте кстати попробуем знаете что вот здесь я сейчас удалю ну представим себе что это все в принципе готово вот это нажать playing чтобы она работала и зациклить вот так да сейчас я попробую это удалить и вот в этом своем моменте я попробую настроить например на соточку поставить соточку и посмотреть что будет так давайте play here нажмем чтобы я заспаунился прям там так сейчас отойдем подальше и посмотрим так вот примерно на таком расстоянии уже не слышно подходим ближе то есть примерно как то так это дело работает так давайте еще один небольшой эксперимент прямо сейчас проведем и попробуем сделать знаете что вот так вот так максимальная дистанция ну давайте 11 даже сделаем это не метр и даже даже не совсем понятно что это метр или не метр и нужно еще раз посмотреть внимательно так то есть тут теперь она работает совсем на минимуме то есть нужно как-то обыграть да когда вот подходишь например пару метров остается до например до того момента где должен быть звук и будет принципе весьма круто так то есть звук можно любой звук птичек поставить какие-нибудь так давайте ну давайте 40 сделаем тогда я думаю 40 будет примерно оптимально самое интересное что сюда можно загружать 3d модели я тут кое-что загружала но правда куда-то делась а я его видимо удалил так тут тут достаточно резкий переход получается но это надо посмотреть короче я думаю что тут еще есть вариант сделать более какой-то плавный звуковой эффект но в принципе уже получается весьма весьма неплохо так что как-то так вот такой мини-гайд получился для самого себя скажем так ну и может кому тоже будет полезно